Куда только не ездят россияне на майские праздники. И это если учитывать, что сейчас увеличился спрос на внутренний туризм. Среди самых популярных направлений, как всегда, Санкт-Петербург, Москва, города Золотого Кольца, а также Сочи и Крым. Чего ждать путешественникам от небесной канцелярии, расскажем в следующем сюжете. Зарубежные поездки условно можно разделить на две группы. Отдых на море. Это чаще всего Турция, Египет. И экскурсионные туры здесь, в лидерах Прага. Если говорить о Европе, то обычно в это время года над Средиземноморьем образуется антициклон. Он делает погоду в регионе сухой, солнечной и очень теплой. Менее стабильная атмосфера на севере Старого Света. В начале мая здесь будут проходить основные пути перемещения циклонов. А они несут с собой непогоду. Движения воздуха определяют вероятность выпадения осадков. В результате в Центральной Европе дожди льют в среднем каждый третий день. Намного меньше шанса попасть под дождь в Восточном Средиземноморье. Но и смело можно не брать с собой зонт, если вы собрались на Красное море. Но не только осадки определяют комфортность погоны. Для приятного отдыха очень важна температура. К концу весны континенты уже довольно хорошо прогрелись, и поэтому разница в температуре воздуха, например, между Москвой и Прагой, составляет всего 1 градус. Чуть прохладнее в Санкт-Петербурге в среднем до плюс 14. Но это же все-таки северная столица, да и находится она на Балтийском побережье. Сюда едут погулять по городу, а не купаться. Для этого есть более подходящие места. Но и здесь главное не ошибиться с выбором. Черное море к началу мая еще не успеет достаточно хорошо прогреться после зимнего сезона. Хотя в воде температура 16-18 градусов, сибирякам, в принципе, купаться можно. Но гораздо комфортнее будет поплавать в Средиземном море, где температура воды уже преодолеет 20-градусный рубеж. А на Красном море что зима, что лето, все едино. Вода плюс 24-26, а воздух и того теплее. В мае в Египте и Турции температурный режим очень комфортный. Не слишком жарко и не холодно. В Фургаде чуть выше плюс 30, а в Анталии плюс 25. Сочи и Ялта немного отстают. Там в это время только плюс 20. Впрочем, провести майские праздники можно не только нежесть на пляжах или гуляя по музеям. Вот рекомендации для тех, кому не хватило зимы. Так, в начале мая много снега на горнолыжном курорте России Эльбруси. На высотах от 2 до 3 тысяч здесь лежат метровые сугробы. При этом в ближайшие дни там ожидаются новые снегопады. И это, пожалуй, единственное место в Европейской России, где можно будет с гарантией покататься на лыжах даже в начале мая. Анастасия Щербакова, Артем Суханов, Тюменское время.